Сегодня в период замедления экономического роста именно малые предприятия способны быстрее насыщать рынок товарами. Они, отметил глава курорта, несут в себе мощный антимонопольный потенциал, решают проблему занятости населения. Случай привлекает большое количество гостей, развиваются новые зоны отдыха и маршруты. И все это новые площадки для малого бизнеса. Тем же предпринимателям, которые попали под удар стихии 25 июня, край пошел навстречу. По специальной программе они могут взять кредит под 1% на восстановление своего дела. Сумма – до миллиона рублей. При этом действует льготный период в 6 месяцев. Всего в зону подтопления попали 493 организации. Все они были проинформированы о возможности льготного кредитования. 123 предпринимателя заинтересовались услугой, 58 получили консультации, а 6 уже направили пакет документов на предварительную проверку. Вкладывать средства нужно и в новые проекты, уверен мэр. Тем более, что сейчас город готов всячески помогать своим маленьким инвесторам. Задача нашего координационного совета – первое, выработать эти меры. Еще раз говорю, выработать. Через 10 дней у меня будут инвестиционные проекты, то есть то, что требуется городу. Второе, я думаю, что все отрасли и в первую очередь отдел по поддержке предпринимательства должен тоже собрать информацию о том, где мы желаем видеть наш малый бизнес. Это первое. И второе – от малого бизнеса мы должны получить, а что бы они хотели. Второй важной темой встречи стали жалобы предпринимателей на сложности при подключении к сетям. Особенно много нареканий к водоканалу. Техусловия выдаются бесплатно, но чтобы их получить, необходимо провести целый комплекс мероприятий. Подготовить водохозяйственный расчет, сделать проектирование. А за эти услуги предпринимателям приходится выложить кругленькую сумму. При этом те службы, которые рекомендуют водоканал, берут за свои услуги значительно больше, нежели сторонние организации. Мэр потребовал составить перечень всех фирм, которые оказывают подобные услуги, и распространить его, чтобы у предпринимателей был выбор. А в случае, если водоканал будет отказываться принимать заключение от сторонних организаций, бизнесмены смогут обратиться по телефону доверия, который будет запущен в ближайшее время.